Весь мир в огне, да? Весь мир в огне. Удивительно, конечно. Вот это у него полыхает. Российский диктатор Путин уже просто из последних сил пытается угрожать возможностью ядерной конфронтации между Россией и Западом, переписывая бумажки и обещая всем ядерный апокалипсис. И вот буквально уже на следующий день пропагандисты высмеивают эти потуги, говоря, что ядерных ударов не боятся даже в Киеве, прекрасно понимая, что это просто блеф. Киеву не приходит в голову, что первый удар получит, собственно, само киевское начальство? А здесь неоднократно. Вряд ли ракета пролетит мимо Украины и пойдет искать сразу туда. Нет, но речь в доктрине идет на самом деле о том, что ракета пойдет искать туда что-то. Я не так понял. Ну ты сам сейчас задам. Потому что по Украине это невелика проблема. То есть они рассчитывают проскочить, я правильно понимаю, если уж так, совсем под ворону, по-простому? Нет, они надеются вовлечь и стать авангардом общей коалиции против... Ваня, я так понимаю, спрашивает. В случае этой провокации они рассчитывают проскочить. Умрут героями и попадут в Харьковскую Волгалу. Фу, прости господи. А то, что ничего не будет. Ведь ядерный шантаж это единственный инструмент, который сейчас имеет Россия для устрашения мира. И он точно не сработает. Достанется тем, которые их защищают. Они, во-первых, думают, что ничего не будет, а во-вторых, они думают, что ничего не будет вообще. То есть ядерный удар, да и вообще никакой удар. В целом РФ использует ядерный шантаж, поскольку не работают традиционные пропаганда, угрозы, а также горячая фаза войны. А еще угроза ядерным оружием России является частью усилий Кремля, направленных на самосдерживание Запада, а не показать готовность России действительно применить ядерное оружие. Потому что мы уже с вами видели настоящее положение вещей. Вот неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по классификации НАТО «Сатан-2». После этого Россия еще на долгое время окажется без технически готовой тяжелой ракеты. А вот в студию кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева некто Ходоренок продолжает сгущать краски и рассказывать о мощи их ядерных ракет. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушно-морского базирования, найдется удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА «ЮКА», который занимается производством ракет «Шторм Шэдоу». Это, если мне не изменяет память, Бристоль, это «Стивенш» и это «Болтон». Это вот где производственные площадки находятся концерны МБДА. В этих целях я бы привлек, например, 11-ю и 24-ю дивизию атомных подводных лодок Северного флота, 201-ю тяжелую бомбардировичную авиационную дивизию, удар бы нанес ночью, чтобы избежать, ну, минимизировать жертвы среди гражданского персонала этих предприятий. И снес бы эти производственные площадки, ну, до уровня земли, к примеру. Ну, раз вы так стремитесь нанести удары по нашей территории, то за все в этом мире придется платить. Ну, естественно, что могло бы быть после этого удара? Ну, в плане гипотетических расследований, например, ну, сразу же, нет, этот удар должен быть непременно ночью. Почему ночью, я сейчас объясню. Утром, там, заседание, совещание, как же так, мы стали жертвой агрессии, нам надо немедленно ответить, надо задействовать статью 5 устава НАТО, надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. В этом случае, для начала напомню, что, ну, вооруженных силах Российской Федерации есть система стратегических действий, есть формы и способы применения вооруженных сил. И там есть такой раздел, он называется «Демонстрационные действия». Что подразумевают под собой демонстрационные действия? Это, во-первых, пуски, одиночные пуски межконтинальных баллистических ракет с обычными или ядерными боевыми частями. Это демонстрационные ядерные удары по пустынным районам Мирового океана и незаселенным участкам суши. Это, наконец, ядерные взрывы, высотные ядерные взрывы, малой мощности уже непосредственно на территории противника. Но, опять-таки, предупреждение, минимизировать ущерб, чтобы его вообще на данном этапе не было, но просто предупредить. Но, как всегда бывает в таких случаях, маразматик, который называет себя экспертом, полностью игнорирует реальность и рассуждает так, будто Россия является просто единственным в мире ядерным государством и обладает каким-то там супероружием, которого больше просто ни у кого нет. Поэтому, как они только начнут заседать, чтобы дискуссия была направлена в нужное русло, в демонстрационный ядерный удар или, например, в северной части, опять-таки, прошу прощения за давтологию, Северного моря или в районах Атлантического океана, непосредственно прилегающих к территории Британских островов. Ну, чтобы все видели эту вспышку, все население Великобритании, политики и военные, и пришли к выводу, а не слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами? А реальность такова, что никакая Великобритания не будет спокойно наблюдать за тем, как в ее сторону вылетают российские ракеты, а мгновенно нанесет ответный удар еще на стадии подготовки ядерного удара в РФ. И вот как с этим ударом справится российское ПВО? Прекрасно было видно на примере недавно уничтоженных обломками арсеналов оружия. Поэтому не будет ни единой демонстрации силы, а будут только вот такие пугалки. У нас идет сейчас война на наших институтных территориях, плюс на наших русских землях. Владимир Владимирович, мы-то с вами понимаем, что нам и Одесса в НАТО точно не нужна, и Харьков в НАТО, и база НАТО на нашей границе. И вообще, неплохо было бы и вот таких провокаторов, которые призывают к ядерной войне сразу убирать в качестве опасных субъектов. Кстати, вот Олечке Скобеевой мне очень понравилось заявление президента Польши, Анджея Дуды, который заявил, что кто первым применит ядерное оружие, тот будет проклят. Проклятый. Ну и великая Польша, которая в качестве наказания для Российской Федерации в случае применения ядерного оружия устами Дуды обещает проклясть нас. Смотрите. Владимир Путин прекрасно понимает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят. Они это знают, и поэтому до сих пор его не применили. Они никогда не смогут избежать ответственности, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени никогда. Мир никогда их не простит. Если есть желание кого-то проклясть, наказать еще раз, обращаясь к Анджея Дуды, это Соединенные Штаты Америки. Первая страна, которая в действительности применила и ядерное оружие. И по части проклятия. Естественно, совпадения не намекаю вообще ни на что. Но по возвращению из Нью-Йорка самолет Дуды не смог приземлиться с первой попытки. Был вынужден уйти на второй круг. Рассуждали даже на тему того, что самолет оказался на грани авиакатастрофы. Ввиду того, что на взлетную полосу рухнула птица. На полосу за птицей вышел орнитолог. И в этот момент самолет уже заходил на посадку. Был вынужден развернуться. Но это проклятие. Чуть-чуть. И уже почти каждый день несогласные с кремлевским режимом россияне начинают активно собираться в группки и организовывать протесты против путинского режима. Ведь они хоть немного, но начинают понимать, что их главная причина проблем – это диктатор Путин. Сколько это будет продолжаться. Поэтому мы сейчас берем власть в свои руки. Становимся той частью власти. Мы хотим вникать и менять это. Вообще даже не думать, что ничего невозможно. Пока мы с вами живы, все возможно и все реально. И на мой ответ также пришел наш здесь, Камчатский, что президента нельзя привлечь. Это первый закон, который он принял, когда пришел к власти. То есть он ни в чем не виноват. Зачем нам такой президент? У нас скоро вон репетиции проводятся, отключение всего на свете. У нас не будет ни связи, ни интернета. Ютуб уже пытаются заблокировать, потому что они понимают, что народ начинает просыпаться. Это они мошенники. Они мошенническим способом отбирают у нас имущество, наши земли. Закон территории переживающего развития принимался в четыре этапа, друзья. И они такие добились. Вы изучите закон, вы посмотрите, что они могут сделать нашей землей. Поэтому, друзья, входите в разум, в ум. Давайте вставать рядом, давайте сопротивляться вот с таким азартом, с куражом, что это наша планета, наша земля. И мы ее вот этим вот, не буду говорить, а то потом скажут, что оклеветало. Давайте не дадим им до конца уничтожить нашу страну. Потому что то, что сейчас происходит в Курске, в Белгороде, там эвакуируют детей отдельно от родителей. Это как раз о чем говорил Союз Родителей Вместе. Что будет в этот момент, когда будут эвакуировать детей отдельно от родителей. В Белгороде детей не могут вернуть родителей, они не знают, где они. Сейчас то же самое в Курске начинают. А еще путинский режим уже откровенно признается, что он просто не способен контролировать даже собственные границы. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что у нас граница не прикрыта. Ну да, она не прикрыта, в принципе, не существует. Она вот на карте существует, а на земле вы ее не найдете. Просто ее не видно, по сути своей. Я как-то на полигоне Ашулук, я извиняюсь, дуру чуть не уехал в Казахстан, потому что немножко постепит, там степь голимая. И слава богу, мы вот так вот за километра пять увидели стол, подошли по границе с столом. Вот она граница с Казахстаном, кроме столба, там нет ничего. Ни колючки, ни ограждений, никакой контроля следовой платой, вообще там ничего не существует. Ее нет этого. Этот лимит войнушек, который режим себе там намыслил, он почти исчерпан, потому что все стали умные. Потихоньку мир готовится к тому, чтобы достроить. С западной стороны такой ручек с крокодилами вокруг России, ну, который, в общем, переплыть, не вляпавшись опять в то, из чего только что пытались выползти, очень непросто. Поэтому, ну, куда, вот на востоке Китая, здесь запад перестроится. Воевать-то особо не с кем. Ну, с предвидами в Антарктиде можно еще, но они тоже скоро в НАТО вступят. Поэтому дальше остается что? Воевать собственным народом. Это мы умеем. Во-первых, это абсолютно безопасно. Во-вторых, это красиво. Третье, в отличие от меньшей войны, это можно делать бесконечно долго. То есть сплошной позитив. И вот пока Кремль ежедневно тратит миллиарды на войну против Украины, их регионы в прямом смысле просто утопают в болоте. Единственное, что теперь они должны просить у Путина, это наконец-то вывести войска и заняться их проблемами, а не оккупировать и разрушать города и села Украины. Ее отсюда нет. Можно приезжать осенизаторская машина? Ой, канализацию откачивали, она у них 4 куба. 10 кубов машина откачала. Вот столечко только ушло. Он вытащил вот этот шланг, и тут же она полностью залилась. Здесь это не поможет. Здесь же 6 дворов вот так вот запоплено. Откачивайте, если только, как сказать, если пожарка приедет и прокинут шланги, и будут качать, качать, тогда вся вода уйдет, конечно. Она бы хоть бы, вы знаете, ну хоть бы от дома отошла, ведь зима на носу. Это же разорвет и фундамент, и все, и они останутся без стен, без всего. Вода-то под домом стоит. Она вот, видите, вот он, фундамент. Это у них высокая сторона. А там-то у них, здесь пристроен повыше, а сам дом-то он пониже. Это вот там вот сейчас она увидит. Но в поселках зато вода теперь есть везде. То есть от обезбоживания, обезбоживания мы не помрем. Вот он там, виновник всего этого, карьер. Стоит, вода в унитазе стоит, не уходит. Вот она, все, пошло бульканье, все, сейчас полет сверху. Вот, ухожу от греха подальше. Вот так работает РЭО народная. Как вода-то у нас бежит. Сегодня 19 сентября. О, вода бежит, откуда ходит. Есть подгофры, есть унитаза, есть вердикальные трубы, бежит ручьем. Они говорят, что пришли и все сделали. Руки бы бы оторвать таким специалистам, врунам. Вот так, вот так все. В данный момент у нас по решению суда сносят дачи 29 человек участков. То есть это те люди, которые получили дачи от завода Приназип 50 лет назад. Сейчас, спустя такое, как говорится, полувека их объявляют самозахватчиками и, соответственно, идет под снос. У нас в обществе 900 участков, но действующих 600. Нас сегодня, ну, как сказать, много инициативных собралось. Поэтому просим ваше внимание, помощи. У нас есть на руках архивы, которые, где указаны, как бы, здесь садоводы. Но нет, кремлевские пропагандисты в это время продолжают призывать уничтожать на территории США заводы по производству боеприпасов. Будто бы это теперь законная цель. Однако даже самому Владимиру Соловьеву такая идея не очень понравилась, и тот поспешил поправить своего гостя. Выпрашивание вот этого вооружения, которое бесконечно идет. Вы знаете, я поймал себя на мысли, что мне, например, отвратительно и унизительно следить и смотреть новости, одобрят или не одобрят какие-то там блинкины, шминкины, удары по моей России, по моей родине. А давайте повернем вопрос по-другому. Вот он поехал на заводы. Ведь у каждого снаряда, у каждой ракеты есть маркировка в современном мире. Законная цель для нас. Совершенно верно. Во-первых, это законная цель. А во-вторых, здесь есть еще одна юридическая особенность. Вот Следственный комитет сегодня фиксирует все нанесенные удары, повреждения, убитых, раненых. Давайте поставим вопрос так. За каждый снаряд, каждый боеприпас, ракету, упавшую на российскую территорию, причинившую вред мирным жителям нашей инфраструктуре, ответственность будет нести не тот, кто выпустил, а тот, кто произвел. Производитель отвечать будет. Мы наберем и накопим эти компенсации, и когда-то их предъявим. Пусть германский, французский, итальянский, английский, американский народ знает, что их ВПК будут предъявлены все эти иски. Вот тогда, мне кажется, совершенно по-другому. Здесь есть нюансы, потому что мировая торговля оружием должна умереть. А так как мы занимаем там, в общем-то, одну из лидирующих позиций. Вот то, что мы сегодня вынуждены, например, на этой украинской земле разрушать, мы все восстанавливаем. Мы такие вкладываем деньги. Посмотрите, Мариуполь, вы знаете, восстановлен рейс. Здесь речь идет об оружии. Мне кажется, это должно быть... А это неплохо. Я считал, тогда меньше войн будет, если такая ответственность возникнет у производителя. Меньше войн точно не будет. Но здесь есть другой нюанс, который можно учесть, чтобы это сработало. Это оружие, которое наводится и к экспертам, и к специалистам по их системам. То есть, когда это не абстрактная артиллерия, а когда вот это высокоточное оружие... Комплексная ответственность за то, что происходит причина и вред. То есть, там, когда мы понимаем, что это инструктора НАТО, которые это обслуживают, системы наведения, которые работают, сейчас же они признали, они говорят, мы не все цели одобрили украинцам. Ну, то есть, просто на уши сразу... Давайте мы объявим, что будем носить удары, и они будут нести ответственность за это. Конечно. Мы должны тогда просто говорить, что места производства, кроме всего прочего, является для нас законами цели. Ну да, потом они со вздохом, ахами озабоченно говорят, что весь мир в огне... Весь мир в огне, да? Весь мир в огне. Удивительно, конечно. Очень надеюсь, что уже совсем скоро Соловьев, Скобеева, Попов, Симонян и все, кто приходил к ним в студии, понесут наказание, каким бы оно ни было, так как стоит помнить, что бумеранг всегда возвращается. А вот потужно, потужно, вот они тужатся уси, потужно тужатся. План, у них план, у них план есть, они приносят план, они говорят, дедуля, а я, ну, пидо до меня, ну, у меня для тебя план. То есть, может, это горилка, чи сало, чи бурня. Нет, я говорю, у меня для тебя план. Жадный, не может, не понимать. Чудово соловьевую мову. Чудово соловьевую мову. Разглавляем. Соловьевы. Да трохи, да. Друзья, на этом все. Обязательно напишите свой комментарий. Для меня это очень важно. И до следующего выпуска. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!